МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава администрации Рязани Олег Булеков озвучил планы по ремонту. Обидная ошибка или наплевательское отношение? Почему имя герой Советского Союза, летчицы Антонины Льонтьевны Зубковой не помнят простые горожане? Руссо-туристо. Отдыхающие россияне все активнее выбирают внутренний туризм. Ну а теперь во всем подробнее. И начнем с происшествий районного масштаба. Сегодня рано утром на насосной станции по улице Новоселов во время проведения плановых мероприятий по очистке резервуаров на водонапорной станции произошел аварийный отказ работы оборудования, а именно задвижки диаметром 800 мм. Из-за поломки этой самой задвижки, как сообщает пресс-служба администрации Рязани, было отключено водоснабжение в 3-м, 4-м и 5-м микрорайонах Дашковой песочни. Коммунальщики, чтобы устранить неблагоприятные последствия, к середине дня перевели объекты водоснабжения на другую станцию, расположенную по улице Зубковой. Работники водоканала заявили, что водоснабжение Дашковой песочни планируется восстановить к середине дня. Как известно, одна из главных улиц Дашковой песочни носит имя прославленной летчицы Антонины Леонтьевны Зубковой. Наша землячка во время Великой Отечественной войны служила штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2. За свои боевые заслуги она 18 августа 1945 года была удостоена звания Героя Советского Союза. Из воспоминаний однополчан становится понятно, что Зубкова была очень одаренным человеком, и ее ждало, по их мнению, будущее известного ученого. Однако в Рязани как-то плохо помнят и чтят память о легендарной летчице. В нашем городе многие улицы названы в честь знаменитых соотечественников, ученых, писателей, поэтов, военных и фронтовиков. Совсем недавно на остановках общественного транспорта появились информационные баннеры с краткой историей Героев Великой Отечественной войны. Это было сделано, как сообщают организаторы проекта, для того, чтобы повысить интерес горожан к истории родного края, поддержать творческий и интеллектуальный потенциал молодежи. Звучит, конечно, красиво, но грубые ошибки иногда случаются. По информации баннера с остановки музыкального училища в Рязани якобы есть улица, названная в честь некоего Зубкова. В тексте баннера ягл допущена серьезная орфографическая ошибка. Практически всегда улицу имени Героя Советского Союза прославленной летчицы Антониной Леонтьевой-Зубковой по непонятным причинам называют улицу Зубкова. Летчица, Герой Советского Союза, Дашках, Военных, Песочни. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? Нет. Зубкова – это улица называется Песочни, если не ошибаюсь, летчица. Герой Советского Союза летчица. За годы войны за плечами Антонина Зубковой остались 68 успешных боевых вылетов. Штурман взорвала три склада с боеприпасами врага, сбросила более 50 тонн бомб на фашистские укрепления. За беспримерное мужество, героизм, отличное выполнение поставленных задач 18 августа 1945 года Антонина Зубкова получила звание Героя Советского Союза. Кроме того, Зубкова награждена Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, Орденом Красной Звезды и множеством медалей. В ее честь названа одна из самых больших по протяженности улиц в Рязани, которую, кстати, даже перед празднанием 70-летия Победы не привели в надлежащий порядок. В общем, плохо помнят горожане свою землячку. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Зубкова? По-моему, участница Великой Отечественной войны. Вы живете на улице Зубковой? Да. Вы знаете, кто такая Зубкова? Да, летчица. По-моему, что-то связано с войной. Вы знаете, кто такая Зубкова? Зубкова-летчица. Зубкова не знаю. Знаете? Нет. Вы знаете, кто такая Зубкова? По-честному, нет. Нет. К слову, такие обидные для авторов орфографические ошибки встречаются и на государственных учреждениях. Например, на здании Мальчинской богодельни тоже допущена ошибка по невнимательности. Еще в античности древнеримский оратор Синека-старший говорил, что человеку свойственно ошибаться. Что же ошибки могут совершать все? Главное, чтобы эти все учились на своих ошибках и не повторяли их вновь. Что касается городских проблем, то к ним уже традиционно относится вопрос качества рязанских дорог. На вчерашнем брифинге глава рязанской администрации Олег Булеков сообщил о планах чиновников по ремонту дорог и развитию транспортной инфраструктуры областного центра. Глава администрации Рязани Олег Булеков обеспокоен состоянием дорог в городе. По его словам, сегодня ремонт дорожного покрытия ведется сразу по нескольким направлениям. Это ямочный капитальный ремонт, а также ремонт дворовых территорий. Мы 25 тысяч квадратных метров ямочного ремонта уже произвели в городе, и мы будем производить порядка еще около 20 тысяч до конца этого года. Надо отметить, что ямочный ремонт, он производится круглогодично, чтобы только позволяли на погодные условия производить этот ремонт на работу. Но, безусловно, прекрасно понимаем, что тех средств, которые мы сейчас изыскиваем в городском бюджете, явно недостаточно для приведения всех наших дорог в нормативное состояние. Поэтому ямочный ремонт – это некая временная мера, которая позволяет нам приводить, особенно по весне, уличную дорожную сеть в нормативное состояние. Назвать сегодняшнее состояние дорог нормальным язык не поворачивается, но, видимо, по мнению городского руководства, могло быть и хуже. А между тем, на ремонт дорожного полотна в Рязани было выделено более 300 миллионов рублей. Более 90% средств – это средства регионального дорожного фонда. Конечно, администрация города благодарна правительству, что она нас поддерживает, выделяет подобные средства. И, безусловно, мы в этом году отремонтируем около 17 километров дорог, что, несмотря на то, что эти средства примерно в таком же объеме выделены, как и в прошлый год, но, опять же, их крайне недостаточно. Как рассказал Олег Булеков, особое внимание администрации сейчас уделяет качеству ремонта. По словам главы администрации, к капитальному ремонту дорог уже приступили на улицах Зубковой, Типаново, Младцово, Магэс, Гоголя, Чернышевского, Фирсово и ряде других объектов. Работы включают в себя не только замену асфальтного покрытия, но и бордюрного камня. А там, где это необходимо, и замену тротуара. Максимальный объем работ планируется завершить к началу нового учебного года. В аварийном состоянии находится мост через реку Павловка. И те деньги, это порядка 70 миллионов рублей, которые мы планировали потратить на капитальный ремонт дорог и дворовой территории, к сожалению, вынуждены были перераспределить на ремонт этого моста. Потому что мост действительно находился в аварийном состоянии и создавал угрозу для движения транспорта. Тем более, мы прекрасно с вами понимаем, что это фактически единственный артерь, соединяющий Московское шоссе, не считая северной окружной дороги, с центром города. Поэтому мы также ставим контрольный срок, это до 1 сентября завершить работы, которые не будут уже мешать движению городского транспорта. Но работы будут продолжаться до середины октября, но они уже пойдут на ремонт несущей конструкции. То есть все работы будут уже проходить непосредственно под мостом. Что касается ремонта дворовых территорий, то на эти цели в городском бюджете на 15-й год предусмотрено 20 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 37 дворов и проездов к ним во всех районах города. Перечень дворов, которые будут отремонтированы в текущем году, был согласован с общественностью, городскими депутатами и советами территорий. По словам главы администрации, сумма выделена небольшая. В следующем году планируется увеличить статью расходов на эти цели. А то, что проблем с дорогами еще предостаточно и не всегда дорожники адекватно реагируют на вызовы времени, подтверждает следующий видеоматериал из Приокского, где местные жители сняли и выложили в социальные сети фотографии плодов труда дорожников. Состояние дорог, особенно во дворах Рязани, по-прежнему плачевное. Для местных жителей ямы – это постоянная головная боль. Бывают такие места, где, как говорится, не пройти и не проехать. Все обращения в соответствующие органы заканчиваются, как правило, отписками и длительным ожиданием ремонта. Но в редких случаях жителям везет и к их проблемам относятся с пониманием и заделывают злосчастные ямы. На этот раз повезло, если так можно выразиться, жителям по улице Дачная. Яму возле их дома все-таки засыпали. Строительным мусором соседней стройки. Как можно засыпать, когда надо откачать, было воду сначала, а потом щебенку сыпать. Это как можно-то? Как оценивать состояние, как яму заделывают? Среднее очень. Очень плохо. Могли бы лучше разровнять. От такой работы дорожников стало только хуже. Куски гипсокартона и бетона в купе с проливными дождями сделали дорогу перед домом непригодной не то, что для езды. Даже ходить там стало опасно для здоровья. И пока люди колечатся на этом рукотворном бездорожье, коммунальные службы по-прежнему делают вид, что справились с задачей. А теперь о происшествиях. Трассы и автомагистрали Рязанской области по-прежнему остаются местом повышенной опасности. Обзор аварий, произошедших накануне, продолжит наш эфир. Сразу две крупные аварии произошли в понедельник на Рязанских дорогах. Днем на улице Высоковольтной столкнулись сразу три автомобиля. 46-летний водитель «Лада Приора» не смог правильно выбрать скоростной режим. Врезался в автомобиль «Хаима» и намарка по инерции отлетела в припаркованной БМВ. Повернула там на светофоре, еще даже позже светофора начала торможение, потому что здесь собралась пробка на светофор, налево стояли. Я немножечко так вот подкатилась к машине, даже не ожидала. И тут такой удар сзади. В салоне «Приоры» на переднем сиденье находилась 15-летняя девушка, которая в результате происшествия получила травмы и с ушибом височной части головы была доставлена в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. Чуть позже в Строжиловском районе 51-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Шевроле-Авеа». Не справилась с управлением на повороте, выехала на встречку и столкнулась с грузовым фургоном «Скания». После чего легковушка отлетела в автомобиль «Киа-Спектра», который двигался в попутном с ней направлении. Вы тоже не успели затормозить? Я уже почти ушел, мне не хватило буквально чуть-чуть, потому что я ее швырнула, ее просто вот так разворачивала, ее крутануло. В автомобиле «Шевроле-Авеа» находилось кроме водителя еще 4 пассажира. Родственники возвращались домой из Ростовской области. На заднем сидении находилось двое детей 11 лет. С травмами они были доставлены в больницу. 59-летняя пассажирка и женщина-водитель с различными травмами также госпитализированы. Другие участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали. По данным госавтоинспекции с начала текущего года, на дорогах региона зарегистрировано 75 ДТП с участием детей-пассажиров. В результате этих аварий погибло четверо несовершеннолетних и 89 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД на регулярной основе проводят рейды, направленные на обеспечение безопасности юных пассажиров на дорогах области. Стало известно о поимке сбежавшего 25 мая из колонии-поселения Сергея Женкашова. Выяснилось, что после побега Женкашов скрывался в лесном массиве в районе старого карьера села Княжоя Кораблинского района, уроженцем которого и являлся. Все это время он жил в шалаше, питался грибами и ягодами. Не выдержав подобных условий, беглец пришел в село к раннесудимому товарищу за пищей и алкоголем, где и был задержан. После задержания мотив побега Сергей Женкашов внятно объяснить не смог. До окончания срока ему оставалось два с половиной года, причем не исключалось возможности освобождения от наказания условно-досрочно. Теперь за побег осужденному грозит дополнительный срок до трех лет лишения свободы, сообщает региональная пресс-служба УФСИН России. А судебные приставы сообщили, что с началом этого года за границу они не пустили более двух тысяч рязанцев с общим долгом почти в полтора миллиарда рублей. Среди должников алименщики, неплательщики по кредитам, налогам и услугам ЖКХ. А вот у тех людей, у которых все-таки есть возможность выехать за рубеж на отдых, становится с каждым месяцем все меньше. Такие данные приводят российские туроператоры. И они говорят о том, что граждане страны предпочитают проводить отпуск в России. На первом месте остаются курорты нашей страны, а второе и третье места прочно закрепились за Испанией и Италией. Мы собираемся ехать лететь на Майорку. Ну, вы знаете, вот если я говорю о себе, я вообще турист неприхотливый. Вот, и для меня важно по минимуму удобство, но по минимуму, в общем-то, все отели они предоставляют. Вот, самое главное, какое экскурсионное обслуживание, какая вот эта вот экскурсионная наполненность. Крымские и краснодарские курорты оттянули рязанцев и зарубежных стран по нескольким причинам. Это, например, невысокая стоимость перелетов, цены в рублях и отсутствие необходимости оформлять визу. Свою роль играет и возможность поездки по внутреннему паспорту. Согласно данным Федеральной миграционной службы, зарубежный паспорт на настоящий момент есть лишь у 30% наших граждан. Те люди, которые любят отдыхать за пределами Российской Федерации, по-прежнему продолжают тут посещать именно эти страны. Просто уменьшилось количество дней пребывания, уменьшилась звездность отелей, изменен тип питания, всевозможные уменьшения в сторону стоимости, конечно же, есть. И это связано в первую очередь с ростом доллара и евро, потому что практически в два раза все увеличилось. Специалисты говорят, что продажи тура в этом году снизились на 30%, а значит, что россияне предпочтут морю грядки на даче. Конечно, в этом году туристический поток уменьшился. И уменьшился он на всех направлениях. Как на нашем российском юге уменьшилось количество отдыхающих, так и на зарубежных курортах. Связано это в первую очередь с нестабильной экономической обстановкой в России, с политической обстановкой на всевозможных курортах арабских, а также с всевозможными террористическими актами, которые то и дело происходят у нас в разных курортных местечках по всему миру. Планированно пока не еду. Ну, чувствуется, да. Дороже, дороже. Да, в Ростов поеду. В Ростов. Изменились предпочтения в этом году в сравнении с прошлым? Ну, я в прошлом никуда не ездил. Ну, в Ростов я поеду в своей машине, поэтому, я не знаю, как-то мне дешевле обойдется во всем мире. Нет, не поеду. Финансов не хватает. На прошлой неделе завершился чемпионат и первенство Рязанской области по конному троеборью. Соревнования прошли в поселке Дивово на конно-спортивной базе. Побороться за титулы и призы съехались более 30 участников из различных регионов России. В поселке Дивово Рыбновского района на базе местного конезавода в течение долгого времени устраивались традиционные ежегодные соревнования по конному спорту, причем довольно высокого уровня. Здесь проходил чемпионат Центрального федерального округа. Но, к сожалению, в прошлом году конный завод постигла трагедия, когда сгорели конюшни. И мы не смогли в прошлом году провести эти соревнования. С нас этот статус был убран. И на сегодняшний день мы проводим чемпионат Рязанской области. Наша съемочная группа побывала, пожалуй, на самом зрелищном и в то же время одном из сложнейших состязаний чемпионата. Чемпионат по конному троеборю включает в себя несколько видов состязаний. А именно выездка, кросс и конкур. А времени не так уж и много. Всего пять минут. За лишние секунды начисляются штрафные баллы. Однако приходить к финишу намного раньше времени оказывается тоже нежелательно. В ходе сегодняшнего состязания каждому спортсмену предстоит пройти дистанцию длиной более двух километров и преодолеть 28 препятствий. Главная задача – это верно рассчитать силы лошади и уложиться в заданное время. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья. Казахстан, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Курск. Краснодарский край – вот далеко не полная география чемпионата. Среди участников были как начинающие спортсмены, так и титулованные. Для молодых наездников этот чемпионат стал отборочным к универсиаде учащихся, который пройдет в конце августа. Ну а для опытных спортсменов это хорошая тренировка и возможность вывести в большой спорт молодых четвероногих партнеров. Если лошадь приходит раньше, то она теряет очень много сил, и поэтому к завтрашнему дню ей будет тяжеловато участвовать в следующем старте. Юлия Жилина, мастер спорта, член сборной России, кандидат в олимпийскую сборную, прошла дистанцию кросса за 4 минуты 38 секунд без штрафных очков. В предпоследний день испытаний судьи говорили о ней как об одной из самых перспективных участниц этих соревнований. Но в итоге она и ее конь Кларон заняли лишь девятое место. Артем Козлов на приколе, отстаивавший честь Рязанской области, оказался седьмым. Ну а лучшим стал мастер спорта Александр Борисов, выступавший за Краснодарский край. Надеемся, что эти соревнования станут традиционными, и через год мы снова будем любоваться этим невероятно эффектным симбиозом человека и животного. Ну а теперь о погоде. Как и на прошлой неделе она будет переменчивой и дождливой. Лето приблизилось к своему экватору, а погода по-прежнему не сильно балует солнышком и теплом. Зонты стали необходимым атрибутом, а вот купальный сезон удалось открыть далеко не всем. Но жители нашего города не теряют оптимизма, даже если и говорят, что лето пока не удалось. Скажите, пожалуйста, как вам лето нынешнее? Ну не зима ведь. На настроение дожди вечные не портят, нет? Неприятности определенные есть. Ну а так ничего, сегодня теплое, опять радостно. Было бы солнечно, естественно, я пошел бы на дачу или на Решку покупаться. Плохое. Почему? Потому что не урожай на даче. Нет у меня огурцов сегодня. Первый год нет огурцов. А как думаете, будет еще тепло? Я думаю, будет. То есть надежда есть? Есть надежда, еще будет. Холодно. А купались? Сыро. Нет еще. Вообще ни разу? Нет. А как думаете, еще надежда есть? Сказали нет. Ну вы же по рязанскому телевидению сказали. А настроение портит, нет? Все это дело. Или все-таки лето, а ну лето? Ну да. А сыро весело лето. Нормально лето, но немного плохая погода. Расстраивает, нет? Или все равно отдыхаешь хорошо? Хорошо отдыхаю, бегаю, тренируюсь. А купался в этом году? Да, купался в лагере еще. Да, много. Ну как думаешь, будет еще тепло? Думаю, да. Ну лето немножко прохладное, а так очень хорошее. Не расстраивает погода, нет? Чем может погода расстроить? У природы нет плохой погоды. Да, точно нет плохой погоды. Между тем, календарь обещает нам еще столько же дней, пожалуй, самого прекрасного времени года. А синоптики уверены, что жара и солнце еще впереди. Ну а что касается текущей недели, то совсем без дождей пока не обойдется. Зато температура воздуха продержится, но вполне комфортные отметки. Около 20 днем и 12-15 ночью. Словом, не падайте духом. Не забывайте зонты и не сомневайтесь, что все лучшее, конечно же, впереди. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ждем вас в эфире программы «Время говорить» завтра во вторник. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова